Всем привет! У меня в руках Corsair HS60 Pro. Наушники, рассчитанные на игроков, которые любят простой и лаконичный дизайн, и которым нужен 7.1. Если вы из таких, нажимайте лайк под видео и поехали смотреть. Нажимайте, нажимайте, а то я знаю, что вы потом в конце ролика забудете. Как я и сказал, наушники выглядят очень просто. Никакой подсветки или ярких элементов, хотя они же есть и в желтом цвете, но там этого желтого цвета тоже немного. Название модели именно в такой расцветке Carbon. И это значит, что модель не полностью черная, а вот здесь есть серебряная окантовка и строчка на оголовье тоже серебряная. Мелочь, но придает внешнему виду небольшую изюминку. Как они выглядят мне нравятся, есть в этом строгом стиле своя фишка. Наушники не просто так имеют приставку Pro. Это не только значит, что они предназначены для Pro игроков и многие команды, в том числе и Team Secret, у которых Corsair спонсор, играют в них. HS Pro это значит, что это обновленная версия серии HS или HS, если хотите. Здесь поменяли конструкцию, поменяли динамики и поэтому наушники и звучат, и сидят по-другому. Про звук расскажу чуть позже, сначала про удобство. Амбушюры стали немного толще и чаши больше. Динамики анатомической формы и поэтому ухо больше не касается стенок динамика, как это было раньше. В этом плане наушники стали намного удобнее. А вот оголовье осталось твердым и теперь через часа три они начинают давить на голову. Раньше такого не было. Не сильно давят, но легкий дискомфорт вызывает. Основание у наушников металлическое. Сделаны они на совесть, не скрипят, не болтаются и выглядят надежно. Материалы мне тоже нравятся. И пластик хороший, и кожзам плотный. Мне кажется, что они проживут долго, учитывая, что с HS70, которые у меня два года были на постоянке дома, вообще ничего не случилось. Они как новые. Даже софт-тач вот этот не потерся. Наушники прижимаются плотно, однако на скулы не давят. Шумоизоляция не сильная, но на 40% громкости игры уже вокруг ничего не слышно. Провод мягкий, но тяжеловатый. Часто так и норовится ехать на полу и валяться там, пытаясь заехать под колеса кресла. Но он не сильно длинный, 1,8 метров, и получается так, что у меня он до пола не достает. У меня комп вот тут, и видите, как провод висит? Мне нормально. Провод заканчивается штекером, который вставляется в USB-аудиокарту. Она дает возможность включить режим виртуального 7.1. Получается, что с такой конструкцией наушники можно подключить ко всем консолям, ну и, понятное дело, к ПК. Только разветвителя к ПК нет, что странно, уже вторые наушники Corsair, в которые не положили разветвитель. Так что либо брать какой-то другой, либо только через USB. Зато положили целых две заглушки для микрофонного входа. За это респект, конечно, потому что они теряются, а две лучше, чем одна. Микрофон, как вы поняли, снимается, он гибкий. Можете его подрегулировать, чтобы расстояние до рта было нужное вам. И звучит он точно так же, как и два года назад. Это, конечно, печально, потому что за два года ничего не поменялось. Я думаю, что если Corsair хочет конкурировать с теми же HyperX, то если не в звуке, то начните хотя бы с микрофона. А мы вам за это скажем огромное спасибо. Пока что все, конечно, не очень хорошо, потому что если два года назад можно было такое просить, то сейчас, наверное, уже нет. Кнопка выключения микрофона находится здесь, рядом колесико громкости. С позиционированием тоже все отлично. В той же Warzone, в которую я очень много в последнее время играю, они себя показали с наилучшей стороны, потому что там очень часто сверху ползают, снизу ползают эти шаги. Хрен что поймешь. Здесь все отлично слышно. И 7.1 здесь, кстати, нормальный, потому что он не коверкает звук, вам не режут слух вот эти высокие частоты, просто как-то пространство шире становится вокруг вас, и вы лучше все слышите. Так что тут за это зачет. Но бас надо порезать. Вот по-любому. Бас портит. Портит. Корсар портит. Уберите. Эквалайзер, которым надо порезать бас, есть в софте Корсар IQ. Там же несколько предустановок, но даже на дефолте баса многовато. Режим 7.1 включается тоже здесь, и это все, что есть в этом софте. Даже громкость микрофона нельзя отрегулировать. Хотя в предыдущих версиях это было, а теперь этого нет. В общем, наушники неплохие. Хорошо выглядят, хорошо сделаны и удобные. Чуть-чуть порезать бас, пофиксить микрофон, и добавьте разветвитель для компа, чтобы не только через аудиокарту можно было подключаться с микрофоном, и будет отличный конкурент Cloud 2. Тем более, что они и стоят дешевле. Ну что, там лайк поставить не забыл? Да-да. Спасибо.